Жители региона смогут придумать талисман чемпионата мира по хоккею среди юниоров, а южноуральские спортсменки завоевали два золота в состязаниях по боксу в Нидерландах. Подробности в обзоре спортивных новостей. Валерия Киченко. Организационный комитет чемпионата мира по хоккею среди юниоров объявил открытый конкурс на создание лучшего талисмана соревнований. Заявки и дизайн проекта можно присылать до 20 ноября. Затем организаторы определят победителя. Он получит планшетный компьютер и сертификат на посещение всех матчей турнира. Всю информацию о конкурсе, положении и адрес приема заявок можно найти на официальном сайте Министерства спорта Челябинской области. Напомню, что чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет пройдет в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля 2018 года. В состязаниях выступят 10 сильнейших команд планеты. Горнолыжный курорт «Солнечная долина» назвали одним из лучших курортов России. Соответствующий рейтинг составлен агентством «Турстат» на основе данных о посещаемости по итогам прошлого сезона. «Солнечная долина» оказалась девятой в стране. Южноуральский горнолыжный центр посетило более 200 тысяч лыжников и снова у бордистов. Первое место у Шерегеша в Кемеровской области. Южноуральские спортсменки завоевали два золота на международном турнире по боксу в голландском Антховене. Победительницами соревнований стали Елизавета Карташкова и Анастасия Белякова. Елизавета в финальном бою одолела хозяйку ринга из Нидерландов. А заслуженный мастер спорта России Анастасия Белякова из Латауста нанесла поражение сопернице из Великобритании. Ранее на пути к финалу чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр уверенно переиграла женщин-боксеров из Шри-Ланки и Швейцарии. Еще одна наша землячка Ирина Афтина, уступив стартовом поединке Ирланки, осталась без медали. Алексей Киселев из Челябинска одержал вторую победу на перенстве Европы по боксу среди юниоров в Турецкой Анталии. Подопечный заслуженного тренера России Александра Орлова нанес поражение бронзовому призеру прошлогоднего юниорского перенства Энцо Грау из Франции. А ранее в стартовом бою также уверенно переиграл соперника из Венгрии. 25 октября в четверть финале Киселев встретился с еще одним обладателем мировой бронзы только 2015 года, азербайджанцем Арханом Хасановым. Напомню, что воспитанник школы бокса Усть-Катава Алексей Киселев уже был победителем и призером перенства Европы, но среди юношей. В конце сентября он стал сильнейшим на юниорском международном турнире в Испании. Челябинские бойцы выиграли шесть медалей на первом перенстве России по смешанным боевым единоборствам среди юношей в возрасте 14-15 лет в Уфе. Победителями стали Жавахир Турсонов, Алексей Ваганов и Александр Юашенко. Серебро добыл Кирилл Курченко. Бронзу получили Владислав Амельченко и Мухаледин Абдул Хакимов. В командном зачете сборная Челябинской области стала первой. На втором месте оказались спортсмены из Башкортостана, на третьем соперники из Омской области. Награды будущим звездам смешанных единоборств вручил легендарный боец, президент Союза ММА России Федор Емельяненко. В Челябинской спортивной школе Олимпийского резерва «Локомотив» прошел первый турнир по дзюдо среди детей, посвященный памяти бойцов специального назначения. С такой инициативой выступил один из родителей юных спортсменов. Ее поддержали в школе и городском управлении спорта. День подразделения специального назначения. Раньше проводили соревнования по мини-футболу среди спецподразделений Челябинской области. Сейчас подросли дети, патриотизм надо внести детям. Спорт он дисциплинирует, во-первых. Брать детей с улицы, может быть и чемпионы получатся. Надеемся, конечно. Кубки, медали, это все. Я так думаю, что получить такие награды в таком возрасте вообще полезно. Тем более вот в такой день, день спецназа, это у них, мне кажется, внутренний подъем какой-то. Даже вот смотрю, они так борются самоотверженно. Третьеклассник Макар Бойко ездит на тренировки из Коркина. Состязания были для него вторыми. В стартовом поединке очень долго боролся с равным по силам соперников. А во втором проиграл более умелому конкуренту. Я сделал два приема, а во второй я сделал только удержание. Он два броска, и он победил. Всего в состязаниях выступило более сотни юных дзюдоистов. Они разыграли награды в двух возрастных группах 7 и 8-9 лет. Отмечу, что многие воспитанники школы дзюдо «Локомотив» впоследствии служили в горячих точках, в том числе в Афганистане и Чечне. В этом году в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области были проведены первые всероссийские командные соревнования, посвященные памяти ветеранов СОБРа, офицеров отряда специального реагирования, погибших при исполнении служебного долга. В марте 2018 года пройдет второй турнир. В Магнитогорске в десятый раз состоялись открытые региональные соревнования по единоборству КУДО, посвященные памяти Александра Калюжного, перспективного спортсмена, трагически погибшего в юном возрасте, в 2007 году. Это был замечательный, успешный, великолепный человек и спортсмен, душа компании. Поэтому в честь его проводится этот турнир. В турнире во дворце спорта имени Рамазана участвовало около 200 бойцов из Магнитогорска, Златоуста, Челябинска, Тобольска и Нижневартовска. Впервые в мемориале выступили представители армейского рукопашного боя. Предпочтение в КУДО отдается ударной технике руками, второе место ударная техника ногами и только потом борьба. Насколько я знаю, рукопашники, они больше акцентированы на борьбу, на бросковую технику. Всего было разыграно 34 комплекта наград. Наибольший урожай медалей достался хозяевам соревнований. Валерий Киченко, Надежда Головина, Егор Суханов, ОТВ.